Добрый день! Перед вами Клуба Политон. Сегодня у нас очередное заседание. В студии известные казахстанские политики Блатобилов, Мухтар Аблязов и Мухтар Айзан. Вы их знаете, ну по крайней мере я думаю у тех кто... По процедуре очень коротко скажу, что у нас сегодня 45 минут плюс планируем где-то добавить 15 минут, учитывая актуальность темы, которую мы рассматриваем и людей, которые бывают. С вами как и раньше трех минут, ну две минуты я могу добавить. Итак, первый вопрос. Вот получается очень интересная ситуация, что до выборов осталось очень мало времени, но пока никто в Казахстане не знает, кто будет в них участвовать, кто претендует на пост президента. Либо нет желающих, либо это тактический ход корды и они тянут до последнего. Ну и со стороны оппозиции, что называется конь не валял. Такова ситуация с выдвижением оппозиции. Или договориться. Получилась оппозиция и каждый решил действовать по своему плану. И чем закончилась та попытка, о которой мы раньше говорили, договориться о оппозиции? Не закончилась ли она? Что-то продолжается. Поэтому вот этот первый вопрос к вам всем троим. Желающий, кто хочет начать первым? Ну я могу, если нужно. Я могу начать. Значит, во-первых, я думаю, что обязательно со стороны власти будет кандидатом выступать президент Токаев сегодняшний. Мы все знаем, что уже назначена дата внеочередного съезда Аманата. И там наверняка будет выдвинута кандидатура Токаева. Что касается других кандидатов, я думаю, что и они обязательно найдутся. Особенно подставные кандидаты. Так что тут, я думаю, что нет оснований для переживаний. Все идет по их сценарию. Единственное, Сергей, я бы предложил вам называть нас не представителями оппозиции. Потому что оппозиция это некая организационная структура, коей нету. Мы, скажем так, нужно вообще, мне кажется, отходить. Нужно делать водораздел власть и гражданское общество. Потому что гражданское общество это более широкое понятие. У нас нет оппозиционных партий зарегистрированных в своей стране. Это все понятно, да? Вы уже говорили, но так. Не надо ее разговаривать. Я понимаю вас. Да, но я извиняюсь, но вы все равно продолжаете говорить оппозиция, несмотря на то, что мы вам об этом говорили уже. Ну, во-первых, потому что... Говорите гражданское общество. Мухтар, ну, хотите все-таки мне самому решать, как вас и называть, потому что у меня есть своя точка зрения. Мухтар Аблязов все равно, как бы то ни было, и была тогда представителями тех, кого в стране называют общественное мнение оппозицией, а не гражданской оппозицией. Ну, вы знаете, у нас оппозиции как таковой нет, потому что она не зарегистрирована. Вот о чем речь идет. Да, разумеется. Ну, это не говорит о том, что нет. Люди, которые претендуют на власть... Можно и, да, бороться от того, и там, группа людей. Да, да, да. Мухтар Аблязов, люди, которые претендуют на власть, а вы претендовали на власть, хотели бы... Сейчас вы вообще говорили, риторика была в этой... Это политики. А политики, это оппозиция. Политики, да. Нет, ну, политики, не обязательно оппозиция. Это представители. Ну, политики, правильно, я согласен. Хорошо. Но правильнее называть представители. Гражданство. Против власти. Значит, вы оппозиционный политик. Хорошо. Ну, хорошо, ладно. В общем, я свое мнение сказал. Не принципиально, как вас называть. Хорошо. Я думаю, люди знают, кто вы, и это главное. С точки зрения оппозиции вы высказали свою точку зрения? Почему оппозиции есть право? Ну, во-первых, что касается меня, то я точно не буду участвовать в этом фарсе, спектакле, договорном матче. Это однозначно. И, ну, кто-то, если захочет, пожалуйста, это их право. Но я думаю, что обязательно власть, вот эти политтехнологи, они выдвинут кандидатов. Так что торопиться не будем. Все будет по их сценарию, к сожалению, на этот раз. Хорошо. Мухтар Аблязов, пожалуйста. Я думаю, вот Булат Абилов, он после Тайжана сказал, что готов сказать. Поэтому я хотел бы, вот, как человек, живущий в Париже, не в Казахстане, сначала бы попросить, чтобы выступали представители, кто в Казахстане живет. Некая хитрость. Мухтар, сзади тебя фон, по-моему, американский, да? Фон американский. Я думал, ты где-то там, в Чикаго или в другом крупном городе. Это шутка. Ну, мы понимаем, что власть всегда у нас делала все, чтобы не дать возможности людям в оппозиции, людям свободномыслящим подготовить кандидата и заранее объявлять свои выборы. То есть, в любом случае, моя позиция была раньше, что в выборах надо участвовать. Если есть достойный кандидат, то есть попытаться пройти все этапы регистрации, нерегистрации, показать гражданскому обществу, что достойные люди есть, что они представляют альтернативную точку зрения. Они представляют другой Казахстан, не Назарбаевский, не Такаевский. И на каком-то этапе, естественно, кандидата не будут регистрированы. Мы даже соберем 200 тысяч подписей завтра за нашего кандидата. Они 100 тысяч из них признают недействительными. То есть, все это показать обществу. И если удастся пройти этот этап, то, ясное дело, уже идти на день выборов, день голосования, приглашать всех казахстанцев, приходить на каждом участке от 800 до 1200-1500 человек. Если несколько сот человек придет и будет стоять весь день и будет требовать справедливого подсчета голосов, мы сможем отстоять свои голоса, переломить ситуацию. То есть, мой был подход такой. Но, естественно, когда мы собрались как коалиция и предложили поменять закон о выборах, закон о президенте, где масса ограничений, масса просто ограничений антикодиционных, которые ограничивают максимально 90 с лишним процентов населения страны, участвовать в выборах. Даже простой момент, самовыдвижение тоже невозможно. Нужно искать какую-то РРО, которая, ясное дело, все аффилированы с властью. В данной ситуации мы сейчас говорим о том, что мы против этих выборов. Еще, я думаю, мы, Мухтар, Тайжан и коалиция еще раз сядем, обсудим ситуацию. И какое-то общее заявление у нас будет. То есть, от того, вернее, как мы думаем, как мы хотим действовать. В данной ситуации сейчас, если кто-то внутри коалиции или кто-то хочет выдвинуться и участвовать в выборах, то есть, это его право, это его право. Но мы хотим, наше предложение, поставить перед ним просто несколько требований. Он должен публично заявить, что он будет переходным президентом на год-полтора. За это время он поменяет конституцию, и Казахстан от суперпрезидентской республики перейдет к парламентской. Булат, я прошу прощения. Булат, вы уже переходите к следующему вопросу. Я все-таки с ситуацией по выдвижению оппозиционных кандидатов. Вы сказали, что вы не будете выдвигать. К сожалению, пока и я сам не могу участвовать. Да, всего того, что в госслужбах не было. Много других достойных людей, я их перечислял не один раз, они не могут зарегистрироваться. Это нарушение нашей конституционной правды. Все, спасибо, понятно. То есть, пока я понял из того, что сказали два наших политика, договориться не удалось. Араблязов, пожалуйста, вам слово по этому вопросу. Не, не, Сергей, я поправлю, я поправлю. Я поправлю, можно? Договориться, я думаю, нам удастся. Вопрос в другом. Что сейчас кандидат, которому мы 100% доверяем, пока такого кандидата лично я не вижу. Хорошо, я понял. Принято? Ну, очевидно, во всяком случае, какая будет линия у нынешней власти во главе с Такаевым. 6 октября, хотя Тайжан сказал, что наверняка, но я думаю, что нужно говорить точнее, абсолютно точно будет выдвинут, не наверняка, абсолютно точно будет выдвинут Хасмужимар Такаев с партией Нур Аманат, который якобы он не является председателем. То есть такая, скажем, фиговый листочек, который прикрывал, что он не председатель. Вот вы наяву, что называется, увидите, как эта партия Аманат выдвигает Хасмужимар Такаева. Обязательно будут выдвинуты подставные кандидаты какие-нибудь. Ну и, конечно же, проблема нынешней власти, вот при предыдущей, 19-го года ситуации, там были две вещи. Первая, Назарбаев, многие верили, пили шампанское, точно ушел. А вот теперь Токаев, надо ему доверять, проверять, надеяться. Это многие, те, кто были изнаны режимом, произносили или исследовали режимы, произносили эти странные слова. Хотя сами, я думаю, верим, что они в это не верили. И те же самые фразы они говорили в январе-феврале, что давайте поверим Токаеву. В 19-м году было таких много, которые хотели поверить Токаеву, надеялись, что он изменится. Второе, был выдвинут подставленный кандидат Кусанов. Сейчас ситуация для власти сложная, потому что любого, которого выдвинет власть под эгидой оппозиции, он будет восприниматься, а настоящий ли он. И очевидно, что это будет ненастоящий. Я мало верю, что кто-то из так называемого гражданского общества, которое говорит Каежан, будет в состоянии выдвинуть себя, потому что нужно найти общественную организацию, у которой более девяти филиалов первое. и регистрация, по сути дела, выдвижение 11 октября должно закончиться. И до 20-го, по-моему, до 19 октября, за 40 дней до окончания, то есть до начала выборов, представители должны успеть собрать 1% от голосующих граждан. Это почти 120 тысяч голосов. За какие-то 8 дней это невозможно сделать, только возможно сделать представитель власти, который даст команду, и там солдаты, бюджетные работники строим, пойдут подпишутся. А любой другой кандидат, он должен продемонстрировать, что у него открыто 15 офисов, что люди там тысячами в день по 15-20 тысяч строим идут, подписываются. Должна быть команда, инфраструктура. Всего этого нет. Более того, запрещено законодательство. Нельзя начинать предвыборную работу и агитацию до того, как тебя зарегистрируют. И с учетом того, что там три этапа сдачи казахского языка, и там масса всяких ограничений, очевидно, что это будет серая игра. Будут подставные кандидаты, и будет сам Токарик. И потом он хочет торжественно объявить, что он победил. Сейчас у него задача технически победить, наплевать на конкуренцию, на все дела, страх, раздавил все. Вот сейчас будет вот так, я считаю. Понятно. Хорошо. Мухтар, я тоже хочу этот традиционный вопрос задать, который у вашей как бы... ...вот главные причины, на ваш взгляд, почему оппозиция не смогла пока договориться о совместных действиях. То или что... Кому вопрос? Вопрос к Мухтару пока. Ко мне, да? К какому? Да, к дополнению, потому что он сказал. А, к дополнению. Но здесь Тажан вполне справедливо просил вас, Сергей, уточняться. Вы же все-таки модератор. А вы здесь выступаете не как модератор, а альтернативную позицию и спорите. Модератор, мне кажется, должен принять во внимание, скажем, позицию выступающего. Сказать, принимается или, ну, скажем, во всяком случае не продолжать настойчиво говорить об оппозиции. Как таково, перед Тажан справедливо говорит, оппозиции нет, зарегистрированы. И тем более оппозиции может быть много. Две-три оппозиции. Это не значит, должна быть одна оппозиция. Как мы знаем, на Западе пять-шесть партий борются. А не все оппозиции против существующей, допустим, на тот момент власти. В этом смысле я поддерживаю то, что он будет артежа. Что касается по поводу объединения, объединение в том формате, который сейчас есть, оно возможно по определенным действиям. Ну, например, коалиция, так называемая, демократических сил объявила. И они объявили публично и написали бумагу. Целью их является сопротивление действиям этой власти требовать, чтобы были вынесены поправки. В этом смысле гражданское общество разной силы, они могут объединиться, действительно выходить на митинги. И в этом смысле возможно объединение. Второе. Тем не менее, когда говорится о коалиции, хотя есть подписанный документ, тем не менее, и, скажем, они размывают сами себя, так называемую, коалицию. Потому что они четко сказали, мы, коалиция, выдвигаем именно такую задачу. Тем не менее, мы из УЗУ Булата Билова, в частности, слышим, что, да, наверное, там ВАПИ достойный, мы будем выдвигать, и тому подобное, мы пока еще не договорились. То есть здесь или коалиция создана с четкой целью и задачей, озвучит только это. Если остальное, тогда создается вторая организация, и говорится, а вот второй организации, в которую входят такие-то лица, вот у нас задача выдвинут. Поэтому, с учетом того, что все разбыто, вот то самого единства, которое вы ожидаете, этого не будет. Ребята, я, извините, господа, тут такой вопрос. Когда я задаю вопрос, почему, вы мне рассказываете, что они должны делать, или что они не сделали, или что сделали. Вопрос четко звучал. И кто из вас из троих не ответит, почему не смогли договориться о совместной репетиции? Прямой вопрос. Обо всем уходите, ну, не об этом. Мы вернемся к этому вопросу, или пойдем дальше? Я запишу. Да, я бы хотел вас поправить, Сергей. Вы сделали вывод тот, который вы хотите услышать, что мы не смогли договориться. Вы все время на этом настаиваете. Возьмите документ, который подписан и Абиловым, и Тайжановым, и Респеком Сарсимбаевым, и другими. Единый документ, который был озвучен на пресс-конференции. Там четко, ясно написано, попунктно, пронумеровано, что мы собираемся требовать от власти. Поэтому вы каждый раз говорите о том, что почему вы не смогли договориться. Так документ подписанный есть. Это разве не есть декларация совместных требований? Это и есть совместная договоренность. Требования, о которых вы говорите, они были всегда от оппозиции и от того, что вы называете гражданскую общину. Но сейчас была, сейчас я вам там. Но вопрос-то не об этом, а об участии в выборах мы говорим. По выборам вы не договорились. Да, требования сформулированы. Так я же обращаю ваше внимание на то, что в этом документе написано о неконституционности этих внесрочных или внеочередных выборах. Что они не могут быть проведены. Мы это требуем. И под этим документом мы все поставили свои подписи. Сергей, он говорит о том, что они договорились с коалицией. Вы говорите, не договорились. Но вы говорите о разных вещах. В вашем понимании договорились, что коалиция должна выдвинуть обязательно кандидата в президент. Вот вы о чем говорите. Нет, нет. Они должны либо принять решение, что мы не будем выдвигать кандидата. Этого не было сказано. А он не говорит, что они сейчас посовещаются и объявят. Люди задают вопрос. Главный вопрос, который сегодня для людей. Будет ли оппозиция участвовать в выборах? Неясно. Булан Абилов, пожалуйста, вам слова. Сергей, я просто поддержу своих коллег в том, что нужно разделять. Есть предварительные договоренности, о которых мы говорим. И есть вторая часть этого движения кандидата единого. То есть мы сразу определили, что мы должны выдвинуть кандидата, который, а, пойдет до конца, б, которого поддерживает большинство. Который имеет опыт уже работы в коалиции, борьбы с режимом. Потому что много людей пришло недавно буквально в оппозицию. Может быть год я сам вернулся, за полем особо не наблюдал. Поэтому мы должны сказать, да, этому человеку мы 100% доверяем. Да, мы с ним идем до конца. К сожалению, такого человека мы внутри не смогли определить, найти и доверить ему знамя. Вот об этом речь. На мой взгляд. Конечно. Я, конечно, Булат противоречит тому, что сказал Тайжан, тоже член коалиции. Он четко говорит, что коалиция объявила, что эти выборы не конституционные. И они будут протестовать, требовать внести поправки, позволяющие всем участвовать на выборах. Это звучит и в их документе, публично. А Булат сейчас говорит, мы не смогли выдвинуть такое ощущение, что он говорит о какой-то другой коалиции, о которой мы не слышали. Так, Мухтар? Мухтар, не торопись. Мухтар, не торопись. Разрешите, разрешите. Разрешите. Я закончу сейчас, Мухтар. Я закончу. У нас надо разделить пункт А, пункт Б. То есть первое, что предложила коалиция, это изменения в законы. Законы о том, чтобы убрать все ограничения. Так, но в любом случае, мы обсуждали все равно и активно обсуждали. Мухтар подтвердит, что провести праймерис, попытаться найти кандидатуру, которая пройдет все этапы. Этого не произошло. Потому что, а, не изменили законы, б, к сожалению, есть вопросы по кандидатам другим, которые хотят быть. Поэтому у нас с Мухтаром Тайжаном противоречий нет. Я думаю. Противоречий есть, потому что вы озвучили. Разрешите? Мухтару, дайте, обождите, Мухтару Тайжану сказать слово. Значит, вспоминаются слова пластика. В случае любых сомнений зри первоисточник. Вот у нас нашим первоисточником является подписанный нами документ. Я очень люблю, когда все договоренности оформляются письменно, чтобы разногласий не было. Вот этот документ нужно просто всем взять и прочитать, о чем мы договорились. Я не буду повторять, мы выступили против этих выборов как таковых. Да, обсуждения были, потому что мы встречались несколько раз. Что будем делать, если власть фантастическим образом согласится и сделает условия доступными для всех участия в этих выборах. Снимет вот эти все ограничения, вздорные условия и так далее. Сможем ли мы тогда выдвинуть кандидата? И мы говорили, что если в этих условиях, уже в новых условиях, то тогда мы будем организовывать праймерис. Но, как мы и ожидали, до этого этапа мы и не дошли. Потому что власть, как мы и предполагали, естественно, не пошла ни на какие уступки убрать эти все барьеры и так далее. Поэтому я лично понимаю так, что вот наш подписанный документ, он в силе, и мы должны выступать против этих выборов в кавычках, да, как таковых. Потому что это фарс, это спектакль, это, ну, игра не по честным правилам. И поэтому мы даже не дошли, не дошли до этапа обсуждения там единого кандидата. У меня вопрос к Аблязову, господин Аблязов, значит, скажите, вот здесь звучала такая фраза, мы предложили изменить законы. Вот с какого рожна власть должна их менять? Вы же оппоненты, ну да, то есть оппоненты, я не говорю оппоненты, вы оппоненты режима, прекрасно понимаете, что эти законы как раз созданы для того, чтобы вас не допустить до выборов. И вы выдвигаете эти требования, заведомо зная, что они будут приняты, и бравируете, говорите, а мы просто так собирались. Мы приняли к ним предложение изменить, требования изменить. Насколько это, вот, политические грамоты? На самом деле здесь надо иметь в виду, что я не член коалиции, и я только какие-то позиции разделяю, и, соответственно, у меня есть план, что нужно делать, если, скажем, нынешняя власть не будет менять и исполнять те требования по возможности участия всех граждан страны на этих выборах. То есть у меня совершенно другая линия, только она в одной части совпадает. И почему должны требовать, мне кажется, вполне справедливо. Вот, собственно, то, что Мухтар правильно говорит. Обсуждать можно что угодно. Вопрос, что положено на бумагу. На бумагу положили следующее, что не признавать, требовать, чтобы были внесены эти изменения. Далее, эта же коалиция заявила, что в противном случае, или для того, чтобы добиться этих целей, они будут организовывать митинги, массовые выступления, проводить разъяснительную работу, чтобы их требования были исполнены. Другой вопрос, дальше что они будут делать, если будут людей выводить на митинги, если эти требования не услышаны со стороны власти. Я это не знаю, это, я думаю, они лучше сами скажут, но моя линия известна. Я ее в интервью озвучивал, она не изменилась ни разу. Это, я считаю, вполне справедливо, требование, которое... Понятно. Хороший ответ, спасибо, я принимаю его. Вот теперь самое время задать вот этот вопрос, которому и подвел нас, господин Абрецкий. Что, на ваш взгляд, господа, можно было бы сделать, ну, даже если бы не победить, то хотя бы как дать бой власти на этих выборах, и тем самым получить хороший задел на будущие парламентские выборы? Так стоит вопрос, что в этих выборах оппоненты оказались к этим выборам не готовы, и есть возможность, используя их, набрать очки для последующих парламентов. Вот этот вопрос к каждому из вас все. Что в этой ситуации можно сегодня реально попробовать сделать, используя выборы? Пожалуйста, господин Абрецкий, начнем с вас. Я думаю, в любом сейчас наша задача, вот мы по регионам проехали, планируем дальше ездить, объяснять людям всю незаконность того, что происходит. То есть эти выборы для нас нелегитимны, они незаконны. Мы считаем, что нужно разъяснительную работу вести по объяснению людям ситуации, которая сейчас приведет к тому, что на 7 лет такая снова сядет, и старый Казахстан никогда не станет новым Казахстаном. То есть это один из шагов, которые нужно предпринять. То есть мы считаем, что сейчас на данном этапе митинги, которые мы планируем проводить, из коалиции, я думаю, будем обсуждать наши дальнейшие шаги. То есть они, естественно, не дают нам выходить. Все наши заявления, которые подавали, мы отдельно сами подавали, другие наши активисты подавали в других регионах. Везде идет отказ. Везде идет отказ. То есть в этом плане мы планируем на днях собраться с коалицией, обсудить наши дальнейшие шаги. Но показать всю несостоятельность, вот на днях, по-моему, министра юстиции, кто сказал, что это графа против всех, учитываться не будет. Учитываться не будет. То есть получается, что этой графой они хотят поднять явку. Человек просто думает, я пойду проголосую против всех. И как бы выражу свое отношение. Но голосуя против всех, ты поднимаешь явку. И раз эти голоса не учитываются, то их положат в стопку господину Такаеву. Вот такой будет результат. И в этом плане нам надо готовиться к дню самому выборов, приглашать на каждый участок людей, чтобы люди стояли, чтобы люди, если не участвуют в выборах, но стояли, смотрели, контролировали явку и потом подсчет голосов. Ясно. Хорошо. Господин Аблязов, вам слово по этому вопросу. Я хочу здесь сказать следующее, что коалиции в лице публичных лиц, которые сейчас в этом эфире, это Булат Абилов и Мухтар Атажан, взяли на себя обязательства. Обязательства были следующие. Организовывать протесты, выходить на митинги. И каждый из них, и Булат Абилов, и Мухтар Атажан сказали следующие слова. Ну, в частности, Булат Абилов говорил, что если 17-го, Динар Игибаев задал вопрос, 17-го не дадут разрешения, не дали, он сказал, ну, мы, наверное, скорее подадим еще 24-го, а потом будем выводить на митинги. Я готов. Как он сказал, что готов даже на 15 суток или 15 лет, если это нужно в стране и так далее. Я просто цитирую. И то же самое Мухтар Атажан взял на себя обязательство, что приложит все силы, чтобы люди выходили на митинги, протестовали и добиваться этих смен, точнее говоря, чтобы ограничения были сняты. В этом смысле они сейчас что угодно могут говорить, но в ближайшие недели-две наступит ситуация, часть истины, когда они в будущем, ну, будут серьезно их воспринимать слова или нет, коалиции, лично каждого в отдельности или нет. Вот сейчас такая ситуация. И в этой связи я считаю следующее, что мы должны действительно выводить людей на протесты, наращивать, как это было в Белоруссии. Но у нас кардинальная ситуация отличается от Белоруссии, потому что у нас люди более подготовлены. Не говоря о том, что был мощный протестный выход в январе, до этого тоже были разные протесты. И у нас население сейчас очень сильно политизировано. Поэтому необходимо организовывать шаг за шаг эти митинги. Они все законны, в соответствии с международными договорами, которые подписал Казахстан в Конституции. Они по статусу выше, чем внутреннее законодательство. Тем более, такая, говорит, уведомительный характер. Нужно выводить на митинги, несмотря ни на что. И те люди, которые себя позиционируют как лидерами этого протеста, заявляли о том, что они готовы на 15 суток и так далее сесть, они должны свои качества проявить. Ну, потому что они находятся в Казахстане, во-первых. И во-вторых, более важное, что они об этом заявили. Взяли на себя обязательства, я прямо скажу. Но параллельно я хочу сказать следующую фразу. Я ко всем тем, чтобы не было, что я упрекаю Булата, Билова и Тайжана, ко всем людям, которые берут на себя смелость, выходят, отношусь с уважением. Почему? Потому что остальная часть молчит. Поэтому очень легко этих людей упрекать. Говорит, ты там струсил, где ты был раньше. Ну, ты иди-выйди сам тогда. Будь сейчас. В этом смысле я не в качестве упрека говорю, а говорю, что эти люди, они взяли на себя обязательства. И очень важно, чтобы они действительно все слова свои исполняли и действительно возглавили протест. Со своей стороны я буду прилагать все усилия, чтобы наши сторонники, а их немало, тоже подключались к этим протестам. Мы наращивали. А в итоге в день, когда будет день голосования, не идти, считать голоса, пытаться найти наблюдателя. Их не будет. Потому что их никто не пустит. И не будет на десяти тысячах наблюдателей. Их не будет. А нужно просто выводить людей на протест и добиваться ухода, я скажу так вежливо, ухода в отставку нынешнего правительства главы с Такаем, потому что они не слышат народ. Они не дают никакой альтернативы, как именно в результате этих массовых митингов добиться их отставки. Все, единственный выход. Другого нет. Понятно. Спасибо. Мухтар Тайжан, пожалуйста. Да, действительно, я... Да, конечно. Да, действительно, я пообещал приложить усилия, вывести людей на митинги, что я и сделал. Я подал два заявления. Ну, значит, первое заявление мы подали Ерлан Калиев и Араевым. Мы втроем ходили в Акиматы и подали заявление. Второе, на 25-е здесь в Астане заявление подавать не пришлось, потому что уже было законное разрешение у Марата Турумбаева, который любезно предоставил нам такое разрешение. Мы готовились здесь тоже проводить митинги. Усилия я приложил. Каждый практически день, ну, раз в несколько дней я даю интервью, объясняю, тоже езжу. Я вот объездил здесь, Акмолинскую область за это время. Собирал активистов здесь тоже. То есть сказать, что я не прилагал усилий, нельзя. То есть я приложил усилия. Но если власть нам, причем с нарушением закона в митингах, отказывает в митингах, да, потому что я был в составе рабочей группы, который писал этот закон. Если отказывают, они, ну, там, какое-то другое мероприятие или что-то там, власть обязана предоставить другое место для проведения. То есть отказа быть вообще не должно по закону. Власть нарушает закон в данном случае, который сама и приняла. В этом случае у нас остается альтернатива проведения незаконных митингов. Я понимаю, что, наверное, Мухтар Аблязов хотел бы, чтобы на незаконные вышли очень много людей. Но, к сожалению, реальность такова, что пока никому из оппозиционеров не удалось вывести толпы, там, тысячи людей на незаконные митинги. Обычно эти митинги заканчиваются тем, что... Такие попытки, вернее, незаконных митингов заканчиваются тем, что активистов забирают уже из дома, не дают даже выйти, а туда на назначенное место 2-3 человека приходят. Это фиаско. Я избегаю фиаско, потому что фиаско нам не нужно, нам нужен результат. Намного более эффективнее, я вот буду еще предлагать, провести конференцию в помещении, где пригласить политологов, других, которые могли бы все высказаться на этой конференции. И это было бы очень большим подспорьем для объяснения народу, что происходит вообще. Потому что там никто не будет мешать высказаться, это разойдется волнами информационными по Казахстану. Это будет эффективнее, чем безрезультатный незаконный митинг, на мой взгляд. Ну, это к обсуждению, так сказать. Если все решат выходить на незаконные митинги, я выйду тоже, без проблем. То есть я и раньше выходил, надо будет еще раз выйду, нет вопросов. Вопрос в эффективности. Понятно. Ваш ответ. Ну, я только добавлю, Сергей. Я как раз, нет, я хотел бы вам предоставить слово, потому что у вас получала интересная такая фраза, которая, в общем, тянет на отдельный вопрос. Вот вы говорите, что мы будем стараться наблюдателей на все участки, чтобы они присутствовали и не допустили фальсификации там выборов. Понятная идея и ясная. А вот, скажите мне, а не боитесь, что эти наблюдатели, в силу того, что основная масса-то не пойдет на выборы протестные, могут просто быть свидетелями и зафиксируют то, что большинство голосов будет подано как раз за такая вот, честно. Потому что оппонентов не будет. Остальная часть оппозиции-то блокирует выборы. Говорит, не ходите на выборы. Придут только те, которые поддержат. И выборы формально будут честные, формально, я понимаю. Вопрос к вам. Сергей, я просто отвечу, да, на реплику Мухтара Блязова, да, мы с Мухтаром 100 лет знакомы, нулевые годы, да, вот, были в оппозиции. Ну, просто скажу, что отсидел за несанкционированный митинг, когда Алкенбека убили, отсидел дважды за несанкционированные митинги после расстрела Жана Узения. То есть для меня отсидеть 15 суток или несколько лет вообще нет проблем. Но еще раз мы будем обсуждать и вопрос результативности. То есть сейчас реальная ситуация такая, что, к сожалению, на митинги народ активно не ходит. После Жана Узения особенно, да, температура в обществе поднялась, да, политизация прошла, но, на мой взгляд, Антарк как раз-таки показал жестокость власти, как она может подавлять любые протесты. И сейчас люди, к сожалению, пока не готовы выходить. Но если еще раз коалиция примет решение, мы вместе в данном случае выходить на несанкционированный митинг, мы выйдем. В этом плане проблем нет. Теперь второй вопрос, Сергей. Идея была моя какая? То есть запустим активный бойкот. То есть наше предложение мое – не повышать явку. Не повышать явку. То есть если мы максимально игнорируем выборы, то должен, на мой взгляд, быть активный бойкот. Не ходим на избирательные участки. А, не идем, не заходим внутрь. Внутрь не заходим. То есть пускай они, Такаев победит 10 или 20 процентов там пригнанных, загнанных, не знаю, бюджетников кого-то. И вот он будет президентом 10-20 процентов. Если люди пойдут и будут думать, что они голосуют против всех, они наоборот голосуют за действующего президента. И вот мы, как люди неравнодушные, должны организовать вот это наблюдение возле избирательного участка. Если наших наблюдателей внутрь не пускают, то постараться на улице это наблюдение организовать, чтобы фиксировать, сколько же в этот день пришло человек. Вот такое будет одно из предложений, которое я тоже думаю, мы на коалиции обсудим. Да, конкретное предложение прозвучало. Единственное, что мне не ясно, как можно зафиксировать процент пришедших. Понимаете? Стоит толпа. Но вы же видите входящих людей. Так обратите, там будет, если вы перед избирательным участком будет, условно, 300-400 человек. Как вы вообще в этой суматохе можете посчитать? Сергей, это будет тяжело, нет. Это будет тяжело организовать 300-400. Я говорю к моменту подсчета, если подойдет 300-400. А в течение дня, если организовать вахтовым методом друг друга сменяют активисты и фиксируют зашедших, проголосовавших. И тогда мы покажем, что за действующего президента проголосовало 10, 15, 20 процентов. А он должен быть минимум избран 50 процентами, чтобы обладать легитимностью. Понятно. Хорошая техника. Но она имеет много недостатков. Вот у меня есть интересный вопрос. Я хочу все-таки, чтобы вы на него попробовали. Сергей, я здесь, извините, одну фразу скажу. Это бесполезная, не то что хорошая техника, бесполезная, ни к чему не приводящая техника. Наблюдатели нужно готовить. Но наблюдателям должен быть доступ к участкам. Доступа нет. Наблюдатели готовят заранее. Их обучают определенные методологии. Избиратели, которые должны в эту технологию поддержать и работать, тоже должны быть заранее проагитированы, подготовлены. Поэтому это провальная идея изначально. Она просто обречена на неуспех. Поэтому ваши репутаты просто не согласны. По поводу президентских выборов, да, но мы-то говорим еще и о парламентах. Наблюдатели есть. На парламентах есть время. Наблюдатели есть. Очень много наблюдателей, которые готовы с нами работать, готовы их мы поддержать. Но мы знаем, что их не допустят. Ухтар, ты прекрасно знаешь, что... Конечно, допустим. Да, считай, что у вас нет наблюдателей. Зачем тогда надо говорить? А я считаю, у нас есть мы с несколькими организациями наблюдателей работаем, которые активно наблюдали все прошедшие в 2019 году выборы и активно участвовали в референдуме 5 июня. Влад, если наблюдатели есть, они должны функцию наблюдателей исполнять. Если их не пускают, они не исполняют функцию наблюдателей. Считайте, у вас нет наблюдателей. Господа, хорошо. Здесь уже мнение разделили. Здесь не будем больше муссировать ее, это мнение. Есть мнение, что на этих выборах ситуация России, которую мы сейчас все наблюдали, здорово помогает Токаеву в этих выборах. В связи с угрозой со стороны, потерявшей адекватность России, у казахстанцев растет понимание, что такое нужна консолидация граждан в ответ на российскую угрозу. Пессию возьму. Насколько это так в реальности? И как это, на ваш взгляд, сработает на выборах? Не получится ли действительно, что люди, напуганные происходящим в России и вот тем потоком беженцев, начнут консолидироваться вокруг власти? Я не говорю об оппозиционно настроенных. Я говорю о тех, которые болото. И пойдут, и проголосуют за президента, который олицетворяет в их глазах стабильность. Вопрос к вам. Господин Аблязов, сейчас начнем с вас. Ну, во-первых, болото просто не пойдет голосовать. Болото все равно. Они аполитичны, как бы, и они просто живут на слухах и на своих страхах. Они неактивны. Поэтому болото никогда не консолидируется. Консолидируются только те, которые или за, или против. И Токаев, вокруг него консолидироваться здравые люди, которые дружат головой не могут, потому что, очевидно, он лежит под Путиным. Многие наши люди пугаются, говорят, что вдруг вот сейчас приедут россияне, они потом завтра дядю Вову позовут. Это полная ерунда, потому что эти люди бегут от мобилизации, бегут от дяди Вовы. Они будут у нас в стране прятаться и стараться еще уехать. Потому что, если они что-то скажут сейчас негативно по дяде Вову, он их там будет экстрадировать. И наша власть охотно их экстрадирует, потому что есть соответствующие договора и будет исполнять. Поэтому никакой консолидации здравых людей вокруг Токаева не может быть. Другой вопрос, что он накидает бюллетени и сделает, что его люди поддерживают. Поэтому я в это не верю, на некой консолидации. А другой вопрос, что когда вы говорите, что помогает ситуация, то, что происходит война России или Путина против Украины, я думаю, нет. Она как раз-таки сейчас приведет к более ускоренному падению действующего режима. То есть будут созданы различные обстоятельства, когда эта нынешняя власть будет расшатана, не будет иметь поддержки со стороны Путина. И другой вопрос, сумеем ли мы, вот сидящие здесь в этом эфире, приложить усилия, использовать это обстоятельство, консолидировать тех людей, которые недовольны этим режимом, чтобы добиться его ухода. А то, что эта война и, собственно, сами действия Путина не помогают Токаеву, я в этом убежден, потому что это только краткосрочно. Он может получить снова статус президента, но это будет из серии «А король-то голый». Никакой поддержки у него не будет, он будет сидеть под шатающимся креслом. Господин Тайжан, пожалуйста, подключайтесь. Да, я здесь бы хотел поддержать позицию Мухтара Аблязова в этом смысле. Наоборот, я считаю, что проигрыш, который намечается Россией в войне с Украиной, он послужил, наоборот, триггером к ускорению вот этих выборов. Это одна из главных причин была, на мой взгляд, что Токаев перенес выборы с 1924 года на 1922. Он уже понимает, что в 1924 году у него не будет уже такого влиятельного покровителя в лице Путина, который он имеет сегодня. То есть то, что разворачивается на украинских фронтах, намечающаяся победа Украины, она, наоборот, очень сильно пугает нашу власть. И я вот еще хотел бы добавить, я не думаю, что Токаев отсидит на этом посту вот эти 7 лет, которые он собирается. Во-первых, ему там будет уже около 77 лет. Во-вторых, я думаю, что мы видим многоходовочку. Я думаю, что через некоторое время Токаев подаст в отставку и вместо себя предложит более молодого преемника. Сейчас этот преемник еще находится в тени, но я примерно подозреваю, кто это может быть. Я думаю, мы стоим, ну, просто не видим всей разворачивающейся вот этой комбинации. Я думаю, что это то, что мы видим, это только видимая часть вот этой многоходовочки. Хорошо. Булат Абилов, пожалуйста. Ну, я бы так однозначно не говорил, потому что все-таки у нас общество, оно слишком разное, слишком и у многих людей каша в голове. Есть там процентов 30, которые поддерживают Путина в его войне против Украины. Встречаешь много таких людей, особенно северные регионы, восточные, они полностью, ну, вернее, смотрят российское телевидение с утра до вечера и думают, что там Путин воюет с нацистами. После Кантара. Кантар не только многим глаза открыл, нам, продвинутым людям, но он, наоборот, с другой стороны, простым людям, когда они видят горящую картинку в Алма-Ате, горит Акимат, горит администрация президента, горит телецентр, мародеры. Они, наоборот, напряглись, испугались и думают, ой, не дай бог эти революции, еще что-то, да, Майданы. И власть это использовала. То есть мы должны это понимать, что в основном мы все общаемся с людьми, которые думают приблизительно как мы. И мы думаем, что таких большинство. Но, к сожалению, это не так, и нам надо работать, работать и работать. Поэтому я бы так однозначно не считал, что, допустим, поражение Путина в Украине, хотя я тоже абсолютно убежден, что Путин, начав войну, выстрелил себе в обе ноги, во-первых, сам плохо закончит, во-вторых, запустил процесс распада России, так? Что, естественно, нам тоже будет, наверное, хорошо Казахстану, да? Никто больше претендовать на нашей территории никогда не будет, и даже озвучивать такие мысли не будет. Но здесь не все однозначно, не все однозначно. То есть просто так сказать, что да, это супер, да, или это плохо, где-то посередине, на мой взгляд. Хорошо. Господа, вот скажите, учитывая сейчас тренд, честное мнение, это оценка ситуации с беженцами, которые пересекают границу в Казахстане, ну, не только в Казахстане, но нам-то все-таки важен именно Казахстан, что оппоненты власти в вашем лице, вы лидеры общественного мнения, части общества, думаете о беженцах из России в Казахстане? Есть две, вы знаете, точки зрения, пускать и не пускать, есть промежуточные. Ваша точка зрения. Сан Тайжан, с вас начнем. Никаких беженцев из России нету, потому что в России нету никакого стихийного бедствия, никто российские города не бомбит. Поэтому это не беженцы, это уклонисты просто от того, чтобы пойти в Украину и погибать. Дело в том, что 80% российского общества поддерживало агрессию России в Украину еще с 2014 года, захвата Крыма. Поэтому те люди, которые к нам приезжают, они просто думали, что это все будет сделано без них. И приятно было по телевизору наблюдать, лайкая там, как это все происходит. А когда коснулось уже их самих, они уже решили спасать свои шкуры просто-напросто. Это не беженцы. Поэтому 80% из них, среднестатистически, как показывается в Салуге, они заражены бациллой вот этого русского мира, расширения русского мира, великодержавного шовинизма. Поэтому европейские страны, приграничные с Россией, они сразу закрыли уже свои границы даже тем, кто имеет шенгенские визы. Это делается не случайно. Они думают о своей безопасности. Если сейчас десятки, сотни тысяч сюда, в Казахстан, приедут, не факт, что завтра они не встанут с лозунгами, значит, вообще-то это не ваша земля, а данная вам в аренду со времен Советского Союза. Это еще не факт, что мы там имеем, какие там, может быть, там уголовные элементы к нам едут. Нету никаких анкет вообще. Мы не знаем, кто к нам приезжает. То есть этот процесс, как минимум, нужно взять под контроль, и он требует регуляции. А по-хорошему, сейчас уже наша инфраструктура наблюдает перегрев. Поэтому я сторонник того, чтобы границы закрыть. Почему-то наша власть, как только что-то происходит в Кыргызстане, в Узбекистане сразу перекрывает границы. А как в России, значит, у нас с Россией прибывают вот эти вот граждане Российской Федерации. Таким тут Токаев с примером Смаилом говорят, мы все условия должны создать. Поэтому мое мнение, как минимум, регулировать, а лучше перекрыть границы. Мнение Булат Абилова интересно на этот счет. Пожалуйста. Ну, конечно, в социологии, она всегда чуть-чуть ошибается. И, можно сказать, сильно ошибается. Ну, я в 70-80% не верю. Процентов 60, наверное, точно. Потому что многим звонят и по телефону спрашивают. Люди напуганные, лучше сказать. Но я, с одной стороны, допускаю, что к нам могут ехать те 20% или 30%, которые не поддерживали Путина. Не поддерживали Путина. Я в аэропорту был, в не разных аэропортах общался с ними. Люди не хотят, а, умирать просто, но и не хотят садиться в тюрьму. Это нормально. Когда им говорят, а вы там тогда выходите, протестуйте, тогда мы казахи, давайте просто протестовать против нашей власти. Кому-то говорить, ты выходи, а я там буду лайкать или что-то еще. Мухтар, я не про тебя, я просто говорю про других людей, которые тоже нас призывают, выходите. Но для меня важнее, Сергей, другой вопрос. Мы уже поднимали. А, выход из УДКБ. Никакого военного союза с агрессором быть не может, который ведет неправедную войну, и армия которого проигрывает. Второе. Выход из Евразийского союза. Эти вещи более системные, более важные. Через несколько дней эта волна схлынет. Кто-то адаптируется, кто-то уедет, кто-то еще что-то сделает, да? Но, ясное дело, что власть не должна говорить, что давайте все кто-то устроим. Этот, извиняюсь, слабенький совсем, премьер-министр Смаилов, да? Нас, казахстанцев, казахов, не может работу создать, рабочие места, да? Предлагает всем прибывшим россиянам зеленый свет, и давайте всех устроим на работу. Регулировать обязательно нужно. Смотреть, контролировать. Людей, которые там раньше были замечены в каких-то криминальных делах или вопросах, всех, извиняюсь, высылать назад. Спасибо. Позиция Ясна. Господин Аблязов, что вы думаете по этому вопросу? Я хотел бы здесь ряд разъяснений сделать. По сути. Я что-то приехал. Снизу. Дело в том, что приграничные страны с Россией действительно там ограничение определенное будет, но не для всех. Дело в том, что их нельзя сравнивать с Казахстаном, потому что Казахстан находится в Евразийском союзе, а это европейская зона. И когда граждане России пересекают границу и переезжают к ним, они могут очень быстро подать на статус беженц, соответственно, возникает проблема у этого государства. это же надо финансировать, то есть людям какую-то материальную помощь, вознаграждение, где-то их содержать и так далее. Это первое. А то, что это угроза, что эти люди приедут к ним, например, в Финляндию и потом скажут, дядя Голова, помоги, конечно, никто так не думает. У них очень прагматичная цель. И в этом отличие. В случае с Казахстаном, я соглашусь, то, что сказал Булат Абилов, Казахстан является членом евразийского сообщества и по договорам, по всем законам, как нашим внутренним, так и международным, нет никаких механизмов ограничения, как предлагает Мухтар Тайжан, запретить, закрыть. Это нет никаких механизмов. Единственный механизм, как предлагает, говорит Булат Абилов, выйти из Евразийского союза и из ОДКБ. Опять же, я согласен здесь в некоторой части сказал Тайжан, что сейчас к нам приезжают не беженцы, это люди, убегающие от возможной мобилизации, убегающие сами с членами семьи и так далее. В этом смысле в евразийском сообществе действует законодательство следующее. Не может наш премьер-министр заявлять, что он их устроит на работу, потому что действительно у нас несколько миллионов так называемых самозанятых, на самом деле они безработные и правительству нужно в этом направлении работать, чтобы предоставить это их обязательство и обязанность. А приезжающие россияне, они туристы или просто приезжающие по безвизовому соглашению и наша инфраструктура, которая работает при получении статуса беженца и так далее, не может быть им предоставлена. Они просто туристы, приезжающие по свободному механизму. Поэтому здесь, если они потом обратятся, что за беженством, статусом беженца, тогда им нужно доказывать, что их политически преследовали, что были угрозы. Это очень сложный процесс и малореально. Поэтому они как бы обычные наши граждане, не обладающие единственной возможностью в рамках Евразийской Союзи, не будут иметь права голосовать на выборах. А так они имеют по сути дела те же самые права. Они на общих основаниях должны искать работу, на общих основаниях пытаться получить пособие, если они получат, но они ему не получат, потому что они у нас не работали. Здесь государство не может специальные условия создавать им отдельно от наших граждан. Поэтому статистика собственно такая, что само правительство заявляет, что 98 тысяч въехало, 66 тысяч уехало. И абсолютные цифры говорят, что их всего лишь около 30 тысяч сейчас по всей стране и будет спад. Потому что на пунктах перехода сейчас российская власть ставит временные мобилизационные пункты, людям сразу выдают повестки. Поэтому я не отношусь именно так, что нужно закрыть границу, потому что это невозможно. Я считаю вопрос принципиально возвращать. Надо выходить из Евразийского Союза, выходить из ДКБ, тогда все эти вопросы будут сняты. Спасибо. Спасибо. Я спасибо Горю Облязову и вам, господин Жан и Мобилов. Я благодарен вам за то, что вы сегодня пришли в наш клуб. Время наше гостей. Сейчас работаем с вами. Есть много вопросов, которые мы могли бы обсудить, но это займет еще по меньшей мере. У меня есть вопрос. Час, как минимум. Я думаю, что выборы у нас впереди и будет немало поводов для того, чтобы нам снова встретиться с Политон и продолжить эту интересную и полезную как мы говорим. Всего хорошего. Спасибо вам. До свидания. Спасибо за приглашение. Мухтару Облязову и Мухтару Тайзану удачи. Берегите себя. Вам тоже. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо.